приветствую всех на моем канале меня зовут наталья и сегодня я хочу вам показать как обтянуть верхушку где есть только один шов который мы с вами спрячем под декором если вам интересно оставайтесь со мной приступим для сегодняшней работы мне конечно же понадобится сама заготовка она у меня 8 сантиметров шириной и 26 сантиметров высотой мне понадобится ткань кружева красивый декор с разовая цепочка и еще что то но это чуть позже верхушку можно обрабатывать двумя способами можно использовать два отрезка ткани и можно использовать один отрезок конечно двумя отрезками намного легче но сегодня я возьму более сложный вариант и хочу пояснить сразу что я имела ввиду что будем обрабатывать одним отрезком они двумя у нас получится что мы двумя отрезками обрабатываем но есть вариант когда можно от середины до середины с одной стороны и затем вторая сторона получается по бокам будут швы мы с вами будем обрабатывать вверх и низ как бы отдельно но шва по сбоку у нас не будет будет только один шов посередине не забываем что ткань всегда тянется у нас по горизонтали и будем работать с нижней частью и ширина отрезка у меня должна быть такая чтобы при сильном натяжении все как бы сходилось это все можно подклеивать клеем но я воспользуюсь иголочкой и подошью мне так куда будем обрабатывать самую широкую часть если это вы делаете в первый раз то сначала обрабатываем широкую часть затем верхнюю часть и затем нижнюю часть если вы это будете потом делать второй третий раз то можно как бы сразу делать и нижнюю часть сегодня облегчу вам будем делать отдельно и вот я взяла отрезок и для начала просто скалю края потому что когда мы натягиваем все это то края как бы могут сместиться и вы потом поймете что вверх снизом не сходится и закалываем я подколола и теперь одеваем нашу заготовку у меня здесь ткань кусок был поэтому у меня тут припуск большой вы конечно берите поменьше вот что у нас получается теперь я беру иголочку и чуть ниже середины начинаю все подшивать вот прямо все закрепляю мелкими стежками если вам кажется что ткани много натягиваем еще в одну сторону и другую и так прошьем сантиметра 2 вот теперь я иголочки сняла и натягиваю еще больше и подшиваю вот вы видите у меня увеличивается как бы вот этот свободный край снова натягиваю и подшиваю дальше так делаю с одной стороны и с другой вот как это выглядит и теперь можно лишнее подрезать и теперь вверх и низ мы утянем берем ниточку ровно распределяем затем мы сможем немного это все подправить и вот так вот обматываем и конечно делаем узелок верхнюю часть я завязала и теперь обматываю нижнюю часть и так же делаю узелок теперь мы все складочки расправляем и так как у нас здесь будет декор то у нас ничего видно не будет расправляем все это конечно мы можем обрезать и также поступаем с нижней частью все расправляем теперь небольшими капельками можно подклеить ткань небольшую капельку и подклеиваем и все лишнее затем обрезаем также поступаем снизу что у меня получилось здесь я по минимуму все подрезала и можно обжечь здесь у нас будет декор поэтому ничего видно не будет и с верхней частью поступаем точно также так проверяем ворс оставляем небольшой припуск все натягиваем и ниточкой все обвязываем и конечно закрепляем вот что у меня получилось и пока я тут ничего не отрезаю и ничего не подклеиваю сейчас буду натягивать все и подкалывать так пройдусь до конца лишнее я подрезала чтобы не мешало и теперь верхушку подклею нанесу немного клея чтобы закрепить извините теперь я лишнее буду подрезать и подшивать чтобы не было толщины все лишнее убираем все вот это внутреннее можно убрать закреплю иголочку и лучше работать ниткой в одно сложение и все аккуратно буду подшивать сейчас я лишнее подрежу и вернусь ниточка у меня закреплена сейчас я также буду прошивать как мы делали с вами широкую сторону швом туда-сюда и затем лишнее все подрежу и вот подклею я вам покажу как это сделать покажу вам поближе вот я натягиваю ткань и туда-сюда прошиваю чтобы было полное натяжение снова пальчиками все подтягиваю и прошиваю можно это конечно подклеивать но это лишняя толщина и продолжаю подшивать вот вы видите что получается уже похоже на обтянутую верхушку и почему я предпочитаю подшивать а не подклеивать так как нам надо соблюдать середину если мы подклеим и немного ошибемся то мы уже это не исправим а так можно передвинуть ну что ж продолжаем работу все у меня прошито и выравниваем серединку вот о чем я говорила смотрим где у нас центр и все совмещаем чтобы у нас ровно все шло одной полоской можно передвинуть и теперь мы раздвигаем шов наносим клей и прижимаем даем закрепиться при этом пока ничего не обрезаем снова расправляем наносим клей это мы делаем для того чтобы убрать лишнюю толщину и даем закрепиться и так продолжаем работу покажу еще раз чтобы вам было видно совмещаем середину наносим клей много клей не наносим примерно сантиметр и прижимаем даем закрепиться и вот что у нас получается все подклеивается остальное мы подрежем когда у нас подклеена все теперь подтягиваем все уголки и также все подклеиваем по кругу затем у нас там будет лента поэтому ничего видно не будет но в любом случае все должно быть аккуратно и никакой толщины отодвигаем ткань наносим немного клея и прижимаем у нас все подклеено и теперь мы спокойно можем подрезать лишнее работаем аккуратно и маленькими ножничками вот вы видите все получается чисто и также обрезаем верхнюю часть сначала можно ножничками побольше и вот у нас получается одна сторона чистая сейчас лишнее уберу извините снова камеру дернула и вот вы видите получается все чисто и здесь у нас будет декор и ничего видно не будет продолжаем все почищать вот что у меня получилось когда вы будете делать первую верхушку вам покажется что это очень сложно на самом деле это не совсем сложно и теперь берем отрезок ткани причем который не тянется нет не по горизонтали который тянется а именно чтобы нам обвернуть вниз и так же соблюдая шов мы подклеим так чтобы никуда ничего не скользила нанесем клей и подклеим здесь у нас будет декор также ничего видно не будет и по кругу подклеиваем я снова вернулась к серединке наношу клей и все подклеиваю лишнее конечно я все обрежу и здесь лишнее обрезаю и все подклеиваю внутрь думаю здесь уже сложности не возникнет наносим клей и подворачиваем все вовнутрь где-то какие-то собачки лают и все аккуратно все подклеиваем ну вот моя верхушка готова сегодня я показала вам как обтянуть ее бархатом и следующем видео мы с вами ее украсим надеюсь вам мое видео сегодня понравилось и было полезным если это так не забывайте ставить пальчик вверх мне будет очень приятно а на сегодня все творческих успехов вам и до следующей встречи пока пока